Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем новый цикл программ по изучению Священного Писания. В этот раз исследовать мы будем книгу Псалмов. Даже сложно представить себе, скольким людям строки из этой книги были надеждой и упованием в сложные минуты жизни. И сколько людей цитировали стихи из книги Псалмов в минуты радости и победы. Мы молимся о том, чтобы наши с вами встречи принесли глубокое понимание роли Бога в нашей жизни, отраженной в книге Псалмов. Просим вас и дальше высказываться в комментариях, ставить ваши лайки, подписываться на наш канал и таким образом стать вестниками Евангелия в этом мире. Сегодня мы поговорим о том, что собой является книга Псалмов и как лучше ее читать. Бог наш, мы тебя славим, Господь, за твою милость и любовь. За то, что ты, Господь, оставил на строках Библии свои такие чудесные книги, особенно которые мы будем изучать в этом квартале, это книга Псалтырь. Помоги, Господи, чтобы Духом Святым мы прониклись этими словами, которые были записаны тысячи лет назад. Чтобы Дух Твой Святой ввел нас в разумение тех слов, которые были записаны. Поэтому благослови нас, также благослови тех, кто будет принимать участие в размышлениях также над этой книгой. Славим тебя, Господь, за все, как Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Братья, в первую очередь, хочу сказать, что очень рад, что могу быть с вами в новом цикле или в новом сезоне исследования Священного Писания. Надеюсь, вы устали за тем, чтобы, или соскучились за тем, чтобы вновь окунуться в познание Священного Писания, Слова Божья. И я благодарен Богу, потому что благодаря вашему служению многие люди могут лучше познавать Бога, Его волю для их жизни. Поэтому Божьих вам благословений в новом цикле. Итак, книга Псалмов. Вначале хочу задать вот такой общий вопрос. Что такое Псалтырь или книга Псалмов? Что это такое? Это собрание хоровых или персональных песен на то время, которые пелись в народе израильским, во славу Богу, во славу тому, что Господь делал. То есть, по большому счету, это просто сборник песен? Да, это как бы мы говорим сегодня Псалмы Сеона у нас или еще другие сборники. Ну, а вас не удивляет, что вот сборник песен попадает в Библию? Ну, не удивляет, потому что песня и так же является проповедью. И музыка, и слова, которые звучат, они направляют наш взор к Богу. И песни не только встречаются в книге Псалтири, но многие новозаветные книги содержат так называемые гимны, то есть целые отрывки из песен того времени. И это очень-очень здорово. И те песни, которые мы сегодня с вами поем, возможно, когда-либо они будут так же использоваться не только для произнесения, но и для назидания и помощи человеку в его духовных поисках. Да, ну, Псалтирь, ну да, это гимн, просто гимн, это сборник песнопений. И, конечно, очень странно говорить о Псалтире как о песнопениях, потому что оно в Библии, и для нас ассоциация Библия с текстом, а не с музыкой. И получается для нас как бы такое несоответствие. Получается, это же не песнь Возрождения, как у нас у Бабтистов было, или гимны Сеона, и так далее. Мы не привыкли к тому, что Псалмы сначала песни. И сейчас на них смотрим, даже прямо сейчас. Первым делом, что когда мы его открываем, мы не видим в нем песню, мы видим в нем текст Библии, мы видим в нем богословие, мы видим непосредственные категории, в которых Псалтирь как бы вылаживает. И мы о них поговорим, которые кардинально меняют всем жизнь, и лично меня постоянно как бы меняют. Так что это на самом деле песни. Просто мы не привыкли на них смотреть как на песни. И сейчас вот говоря о них как о песнях, для нас сложно как бы воспринимать это как на самом деле, как было. Ну да, было такое, что разные сферы жизни народа израильского были именно вот в гимнах. Ну, я так думаю, что тут есть еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание. Что если бы мы сегодня смотрели на книгу Псалмов в оригинале, мы бы увидели, что там есть и рифма, и все оно звучит как стихотворение, если просто его читать. Ну, а если положить на мелодию, то вот и получается песня. Но вопрос. Еще чуть-чуть такой. Исторический экскурс. Как использовалась книга Псалмов во времена Давида, то есть авторов этой книги? Какую роль она играла вот в жизни народа израильского того времени? Ну, если посмотреть, то богослужение, как бы мы сказали, оно проходило там в совсем другом формате. Там, в принципе, в основном пели псалмы, мало проповедовалось, скажем так, или мало обращалось напрямую. Поэтому народ учился из псалмов в основном о славе Божьей, о том, что Господь сделал, это раз. Во-вторых, они прославляли Бога, потому что прославление – это было основной частью его служения. Богослужение, Богу служить, в принципе, это славить Бога за то, что Господь делал в их жизни, в жизни Израиля в то время. Ну, когда, я помню, вот строили стену, восстанавливали, то были хоры, которые, как бы, часть процессии. Получается, большой торжественный, как бы, элемент. И, кстати, вот смотря на псалмы, то торжество играет огромнейшую роль. Молитва, как бы, и торжество, вот, в этом прославлении Господня. Так что не обязательно богослужение. Это, ну, и конкретные, вот, фазы жизни израильской были, вот, с песнями. То есть, со строительством храма, которое было осуществлено Соломоном, возникла необходимость и в музыкальных коллективах, или в хоровом пении. И тогда была поставлена задача, были собраны псалмы, которые написал Давид, затем в позднее, в другое время другие авторы. И это все было оформлено и использовалось для обрамления богослужений. Потому что мы помним, что начиная с книги Второзакония, Левит, Исход, Господь заповедовал народу своему каждый год собираться на праздники в храм или в Скини в то время. И не только изучать Священное Писание. То есть, Священное Писание изучалось само собой, а эти гимны, эти песни, они звучали в то же самое, как музыкальная проповедь, передача той вести, которую Господь предназначил для своего народа. То есть, мы можем сказать так, подведя итог вот этой небольшой части. Раз книга псалмов – это книга песен или сборник песен, и эти песни использовались во время храмового служения, то, скорее всего, мы можем сказать с уверенностью, что неотъемлемой частью современного богослужения тоже должна быть песня. Потому что она особенным образом касается сердца, прославляет Бога, учит чему-то, как вы высказались, направляет куда-то. Ну и знаете, что если посмотреть даже на фольклор любого народа мира, то мы увидим, что вот в их сборниках тоже есть песни, которые поются столетиями, просто передаются из поколения в поколение. Они говорят о истории этого народа, о каких-то событиях, трагических или веселых, наоборот. То есть, это своего рода такой эпос, который рассказывает об истории и жизни данного народа. Ну и, читая псалмы, мы находим то же самое где-то в них. Да, но вы помните, что когда израильский народ перешел Черное море, что они делали? Они написали огромную песню, стояли и пели. На новой небе, на новой земле мы будем петь песню Моисея и Агнца. Поэтому это не просто должно быть неотлемлемой частью. Мы обязаны использовать музыку и псалмы в том числе, потому что это тот инструмент, через который Господь достигает не только нашего разума, но и наших чувств. Это очень важно. Если мы лишаем себя пения, музыки, то мы становимся такими однобокими христианами. Кстати, говоря о роли гимнов, именно гимнов, как мы их видим сейчас, то очень долгое время, до последних, сколько там, когда был Джон Уэсли и Уэслианс, который стал началом наших гимнов, которые мы видим сейчас, до этого пелись непосредственно именно псалмы, открывались непосредственно, буквально не писались таких песен. Так что она играла большую-большую роль. Но на данном этапе, вот как сейчас музыка прогрессирует, появляются новые стили, я бы не согласился, что эта музыка может быть такой же, которая была раньше. Ну, конечно, то, что сравнится, конечно, с священным писанием, но в любом случае, как Александр сказал, что да, играет большую роль, но не вся музыка равна. Как бы хотелось бы на этом оставить, потому что она нужна, она открывает чувства человека, человек музыкой может запомнить какие-то тексты, как бы почему так и использовалось, как бы это, в Солнце 18, там весь алфавит как бы еврей-то есть. Так что да, интересно. Ну, мы сегодня еще поговорим чуть-чуть о стилях, об авторах, для того, чтобы лучше понять, а как мы сегодня должны к этому относиться. Хорошо, давайте мы продолжим наши с вами размышления и задам вопрос, который мы, по сути, закончили. Кто же является автором книги псалмов? Кто были те люди, чьи псалмы оказались на страницах священного писания? Ну, уже упоминали, это царь Давид, самую большую часть. Он написал, создал вот эти псалмы для пения, и мы видим, что Новый Завет подтверждает историчность того, что Давид писал псалмы. Ну, кроме Давида, там был Моисей. Даже если, говоря, вот Василий сказал, что Давид писал, не все псалмы были написаны Давидом, если там, например, песни к Давиду. Другими словами, кто-то продолжил сборник Давида, и оно несет как бы имя Давида, но это не Давид написал, так что нужно учитывать не все, что как бы есть с Давидом, что с Давидом. Практически всегда там в начале написано, чья это песня, и там есть еще и песня Асафа, и многих некоторых других имен, но Богослов отмечает, что, скорее всего, в пятом веке были собраны все эти песни в один сборник Ездры, потому что возникла особая необходимость. Ну, и это если мы говорим с вами, конечно же, о представителях земных, но мы с вами понимаем, что, как и любая книга в Библии, она была вдохновлена Богом, и эти люди, вводимые Духом Святым, записывали то, что они переживали, то, что они видели, то, что они чувствовали, то, что Господь положил им на сердце. Это очень важно. Это, мне кажется, связывает то время с нашим временем, потому что Дух Божий не перестал действовать. И сегодня мне нравится очень, когда, благодаря Мартину Лютеру, реформатору, этому великому реформатору, в жизнь протестантской церкви приходит музыка, приходят псалмы, и не только псалмы библейские, но вообще другого рода. И таким образом происходит поворот от того Средневековья к новому времени, когда человек обретает вот эти духовные песнопения. И сегодня Господь продолжает действовать через людей. Возможно, мы еще чуть позже об этом будем говорить. Ну, вот как раз тут мы подошли к вопросу, который меня, например, интересует очень сильно. Ладно, когда мы слышим слово Давид, Моисей, то, ну, это такие личности библейские, они были не просто там авторами псалмов, они были пророками, избранными Богом на какое-то служение. Но когда мы слышим Асав или сынов Кореевых или еще кого-то, мы, честно говоря, даже не знаем толком, ну, там, мы можем найти какую-то информацию о них, но что они были избраны Богом на особенное служение. Судя по всему, это просто были талантливые люди, они, наверное, были из левитов, потому что левиты, они занимались этим служением, и просто умели писать псалмы. И вот у меня возникает вопрос, ну, на основании чего тогда они оказываются на страницах Священного Писания? Ну, то есть, только лишь потому, что их песни, ну, давайте я использую это слово, да, их песни, они о Боге? Ну, если так, то тогда, слушайте, на сегодняшний день есть масса авторов, которые пишут песни о Боге, может, их тоже стоит включать вот в этот список? Ну, ты поднял непростой вопрос. Вся проблема заключается в том, что не мы собирали книгу Псалтырь, Псалмы, это было собрано, как уже было сказано в свое время, и критерии определенного Священного Писания мы знаем, мы это изучали. Но мы видим, что посвященность, в принципе, ни один из псалмов, он не выпадает из общей темы, ты понимаешь? И когда мы видим, все псалмы написаны или они Давидом, или написаны не Ефраемом, или сынами Кореем, и так далее, или простыми музыкантами, левитами, которых даже имена здесь не написаны, они входят, идут в общую тему, они идут одним и тем же шагом, как и все остальные псалмы. Прославляя Бога, дают славу Господу, указывая на исторические моменты и так далее и тому подобное. Ну, конечно, я бы согласился с Василием Кореем, что судить нам, почему какой-то псалм попал в саму Библию, это, в принципе, не нам. Бог знал сердце того автора. Но если перевести время вот на данный момент, вот как роман составит, что как бы, что делать, как бы, ну, если человек просто талантливый, музыку хорошо пишет. У нас такой музыки очень много, в церкви, как бы, много талантливых людей в церкви, но не стоит ему закупеть, много талантливых людей вне церкви, но и бывает стоит ее спеть. Ну, интересный такой, как бы, компонент, что на самом деле это, во-первых, талант от Бога, любого талантливого человека способно сделать что-то хорошее, потому что все доброе идет от Отца Света, как говорится. Это нужно учитывать всегда. И второе, бывает, Бог говорит через тех людей, которых мы не понимаем, мы не знаем, почему вот такая вот песня идет от такого человека. Как бы, как я говорил, как и там, так и сейчас, Бог действует через разных людей, даже если мы не считаем их таким, как говорится, такими вот святыми, как вот Моисей, как Соломон даже, вот, как Давид, но Бог через них тоже работает. Нужно учитывать это. Ну, вы знаете, в чем дело? Я не то чтобы против того, что тут есть Асаф или сыновья Корея. Я о том, что почему бы не добавить до этого списка новых людей? Ну, смотрите, друзья, мы немножечко заходим в сферу формирования канона Священного Писания, который формировался на протяжении первых столетий через церковные соборы, тогда была еще Единая Церковь. И каким образом определялось? Почему те, вот, допустим, в протестантской Библии есть некоторые книги православных, католических, там свои какие-то вставки. Определялось все только на основании того, насколько часто те или иные книги были цитируемы, используемы, читаемы, передаваемы в общинах того времени. То есть, эти тексты, о которых мы говорим, Псалтирь в данном случае, оно прошло проверку временем. То есть, не только мы, но и первые христиане, и Христос, и Иудейская Церковь, они значительно часто использовали это в своих богослужениях. Оно прошло проверку времени. Но я бы сказал бы, что Ханон был сформирован к определенному столетию, и с тех пор в него ничего не добавляли. Но при этом мы с вами понимаем, что Дух Святой не прекратил работу. То есть, как бы сегодня нет, конечно же, апостолов, таковых, как было во времена Иисуса Христа. Нет, может быть, прямо у теокрактического государства, который Господь управляет. Но мы церковь, которая вводимая Господом. У нас есть пророк в последнее время, Эллен Уайт, и мы верим, что она была вдохновлена Богом, и ее книги не находятся в каноне Священного Писания, но ее книги мы считаем также вдохновенными. Также и авторы тех или иных произведений. Друзья, если их тексты пройдут проверку временем, если они будут петься в церкви не только на протяжении 5-10 лет, а 100 лет, 200 лет, как, может быть, многие классические христианские гимны. Тут Ильяна, наверное, больше знает, он музыкант, которые были написаны в 16-17 веке, эти христианские гимны, но они поются до сегодняшнего времени. Кто из нас может сказать, что они не были вдохновлены Богом, что эти авторы не пережили личный опыт встречи со Христом? Это все индивидуально. То есть, у нас нет задачи сейчас дополнять Писание новыми песнями, да, Псалтирь. Но вы помните, что у нашей церкви есть тоже духовное наследие, такие Псалмы Сиона. Это люди, наши братья и сестры, которые писали в сложные времена, в обменогонении церквей. И я помню, как тяжело было на комитетах, которые пытались чуточку подправить даже, ну, извините меня, грамматические ошибки иногда. То есть, это занято держались, как за святое Божье произведение. Поэтому Бог знает, что нужно добавить и когда. То есть, мы можем сегодня уверенно сказать, что, несмотря на то, кто является автором Псалмов, раз их цитировали, как вы уже сказали, Иисус Христос, их использовали апостолы в своем служении, мы тоже помним после Пасхи, да, когда они спели Псалмы и пошли на гору Масличную. То есть, они использовали те же Псалмы. Потому что история говорит, что ничего другого они не использовали, кроме Псалмов, которые были в их каноне на то время. То я понимаю, что мы не должны поддавать сомнению, с одной стороны, тех, ну, сами произведения. Хотя это художественные произведения, да. Но все же оно было вдохновлено Святым Духом. И с другой стороны, мы не должны говорить, что, ну, это ж не из книги Псалмов, то, что мы сейчас поим. Поэтому, ну, это нельзя сравнивать или нельзя ставить на одном уровне. Нет, как Саша сказал, сегодня люди тоже движимы Святым Духом, тоже переживают свои опыты с Богом. И те песни, которые мы сегодня находим, они очень актуальны в современном обществе, в современном времени. Потому что это общество переживает какие-то свои события. И они тоже отражаются в тех песнях, которые мы поем. Продолжая наши сами исследования, я хочу вспомнить момент, ну, еще с 90-х лет, когда Библия начала так массово распространяться на территории бывшего Советского Союза. И я вот тогда замечал, что очень часто люди получали не полное собрание книг Библии, а вот Новый Завет и обязательно Псалмы. И это было очень странно. Потому что для многих современных евангелических христиан они говорят, что, ну, Ветхий Завет это так себе, это уже чуть устарело, а вот Новый Завет это то, на чем мы должны основывать наши отношения с Богом. Но и в их Новом Завете всегда будет книга Псалмов. Почему Псалмы играли такую важную роль, что вот даже при таких обстоятельствах и всегда добавляли даже к Новому Завету? Роман, ну, ты сам вспоминал в начале нашей программы, что, в общем-то, в любой культуре с песней по жизни идти всегда лучше. И мне кажется, что книга Псалмы, Псалтири, это та книга, в которой собрано очень много текстов, отвечающие на разные обстоятельства человеческой жизни. И даже я не очень приветствую, конечно, такую методику, когда мы раздаем Новый Завет и Псалтирь без Ветхого Завета, да? Но даже когда те люди, которые решались оторвать от Ветхого Завета, все, но оставляли Псалмы, они поступали правильно. Потому что в этой книге собрана вся кладезь переживаний и, главное, личного опыта, который очень важен для людей, ищущих Бога. То есть именно в Псалмах, как ты сказал, отражен личный опыт человека, который проходил через разные жизненные обстоятельства. И это как раз и является самым ценным в Псалмах. И что самое интересное, с богословской точки зрения, если мы будем, скажем так, походить очень тщательно к каждому из Псалмов, мы увидим, что Бог позволил, чтобы там остались не теологические лишь выкладки, а тот опыт, который был близок к человеку на тот момент. То есть он богословски, может быть, даже не верен. И мы это встречаем во многих Псалмах. Мы еще коснемся некоторых Псалмах во время всего этого исследования, которое у нас будет весь этот квартал. Но сегодня мы общий обзор делаем и смотрим на то, как именно была написана эта книга. Поэтому хочу перейти к вопросу, который будет говорить уже о самой структуре этой книги. И вопрос такого характера. Какие поэтические приемы используют авторы Псалмов? Один из самых известных, который используется в Библии, это параллелизм. Это очень распространенный прием, который используется вообще евреями. И особенно в Библии, даже в пророческих книгах, где повторения происходят определенные моменты, кульминации и так далее. И в Псалмах это очень ярко выражено. Как в любой поэзии, это образность, большие такие образы, с которыми человек может связать какое-то понимание. Вот хотелось бы чуть-чуть затронуть предыдущий сегмент и как бы перелететь, вот как это выражается. Вот уникальность Псалмов, вот если так вот в общем подумать. Как на самом деле я должен чувствовать как христианин, если так задать вопрос. Вот почему добавляется Псалом к Новому Завету? Как я должен думать в контексте вот беды, какое мое чувство, в контексте вот горя какого-то, счастья, торжества. Откуда я буду знать на самом деле, как это выражается. И Псалмы, они предлагают, как мы говорили, вот этот вот спектр разных буквально, все 360 градусов нашей жизни. Вот как человек должен чувствовать в контексте кошерного такого богословского понятия, именно вот авторского, конечно, как бы как сама вот литература излагается, вот какими символами, какой структурой. Вот это вот тоже, это уже крайне интересно. Но она дает новому христианину, или не новому христианину, вот эту возможность. Потому что на самом деле, когда мы, если отойдя в сторону чуть, я вспоминаю первый раз, когда я в церкви принимал хлеб и вино. Понятия не имел, как молиться, что я должен говорить, о чем я должен думать. Ну такое вот новое чувство, я всегда видел, как родители. Вот то же самое, мне кажется, вот Псалмы, они предоставляют вот эту вот, говорится, код, внутреннюю вот такую структуру, как человек должен относиться. Поэтому я понимаю, почему, кстати, у меня тоже много экземпляров осталось, Новый Завет и Псалмы, да, я понимаю, почему Псалмы могут быть добавлены в этом все. И вот вместе с вот конкретной поэзией, вот это вот, особенно вот с образами, они очень лично мне много говорят. Потому что я пришел к Богу Псалмом в 90-м, как бы, вот лично вот я нашел, именно там было очень много образов. Они вот этими образами показывают эту вот эмоциональность, которую человек не может понимать, он не знает, как это. Мне кажется, наш урок дает достаточно много интересных терминов, которые описывают литературную структуру книги Псалтирь. Вот, и, в общем-то, человеку далекому от литературных композиций они мало о чем говорят. Вот, для меня лично это значит одно, друзья мои. Священное Писание это не книжечка, не книжоночка, в том числе и Псалмы, которые были написаны бездарями, неучими и непонятно кем. Вот, вся ее литературная структура, сложность текста, красивейшее, значит, построение, в том числе и поэтические, которое используется, говорит мне еще раз и еще раз о том, насколько Божье Слово, оно глубоко, оно, значит, сокрыто, оно находится в красоте. Вот, это можно сравнить с тем, когда Господь строил Скинию. Он позвал лучших из лучших, Моисей собрал мастеров своего дела. Вот, то же самое относится и к написанию вот этих песней. Тот человек, который ученый, занимается исследованием книг Священного Писания и может быть даже сам не верит в Бога, но они все поражаются, насколько все именно с точки зрения гармонии, композиции и текста там красиво выстроено. Так говоря, кстати, хотелось бы добавить, такая мысль есть, что гениальность Бога заключается не в том, что он вдохновил человека написать, но это и есть гениальность Господня, но именно подведя человека к обстоятельствам, при которых могло бы родиться все это, вот даже вот видение Давида. Так что у Бога все гениально, вот все продумано, как бы вот даже до обстоятельств. Так что говоря о релевантности книги Псалмов сейчас, что и уникальность является в Священном Писании, обстоятельства были тысячи лет назад, а мы читаем как будто себе. Вот как будто вот мне написали сейчас, и вот ревешь не можешь, благодаришь Бога вот за то, что вот, и все, и ты исцелен, как бы у тебя такое вот чувство. Так что вот в этом во всем видно гениальность Господней. Александр Пально подметил, как бы это не Бездрей написали. Говорят, что как бы можно книгой это изучать грамматику, изучать, ну, как бы язык, и это не уровень как бы низкий такой литературный. Это на самом деле как бы потрясающе. Теперь я предлагаю коснуться уже непосредственно вот информации со страниц Священного Писания о Псалмах. Сначала, ну, пока что еще о Псалмах, а не окунувшись в сами Псалмы. Я бы хотел, чтобы вы прочитали небольшой отрывок. Это вторая книга Царств, 23 глава, 1 и 2 стихи. Вот последние слова Давида, изреченные Давидом, сыном Есеева, изреченные мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Яговли, и сладкого певца Израиля. Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня. Мы сегодня говорили о том, что, ну, вот талантливые люди, умели красиво писать, и, может, это было критерием, почему их Псалмы оказались на страницах Священного Писания. Но вот этот отрывок открывает нам очень важную деталь. Заметили, что тут сказано? Дух Господень на мне. И, наверное, это именно и было главной причиной, почему эти песни, они жили столетия. Потому что, как мы уже говорили сегодня не раз, это было под вдохновением Святого Духа. Именно это был главный двигатель. Ну, и еще один отрывочек, римлянам, 8 глава, 26 и 27 стихи. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатальствует за нас воздыханиями незреченными. Испытывающиеся сердца знают, какая мысль Духа, потому что Он ходатальствует за своих по воле Божьей. Давид говорит, Дух Господень на мне, и Павел говорит, что мы движимы тем же Духом. Но тут только тут Павел говорит о молитве, да, что Дух Святой как бы молится за нас или укрепляет нашу молитву. Очень часто псалмы играют как раз роль молитвы для многих людей. Можно ли рассматривать их таким образом, что псалмы – это молитва, которую человек приносит к Богу? Для меня я так их вижу. Даже будучи музыкантом, я смотрю на них сначала как на богословский текст и как на сначала молитву. И мы смотрим и на псалмы, когда напрямую человек обращается в них к Богу. И в принципе, справедливо обращаться к ним к молитве, но на самом деле там Бог мой, Господь мой, спаси меня, спаси от врагов, ты же это делал, сделай это дальше. Как бы мы видим индикаторы, что на самом деле это и есть молитва. Как ее пользовать, мы потом, наверное, поговорим позже, там ее повторять, заучивать ли ее, ну, как бы это другой вопрос. То есть можно сказать сегодня достаточно уверенно, что, хотя, честно, мне кажется, что любая песня в какой-то степени, ну, если эта песня о Боге или о каком-то духовном опыте, она будет как молитва. Потому что человек, который пишет эту песню, наверное, он думает сейчас или в тот момент о своих взаимоотношениях с Богом, а не о том, что я сейчас людям напишу или для людей что-то напишу. Вот в этом и есть уникальность псалма по сравнению с любой другой песней. Потому что тут все мысли направлены именно к Богу. Пожалуйста. Но мы знаем обратный пример, когда Иисус Христос дает ученикам свои молитвы «Отче наш». И сегодня очень многие музыкальные коллективы исполняют эту молитву как музыкальное произведение. Но оно как звучит? Оно звучит как молитва. Поэтому нет никаких проблем в том, чтобы мы брали псалмы и использовали их в качестве молитвы. Потому что большинство псалмов же это выстраданное, это поиски Бога или же это благодарность Богу за какие-то вещи. То есть что может отличить ее от молитвы? Хотелось бы заметить, говоря вот, например, о современном стиле. Как говорится, стиль воршипе, как говорится, поклонение. Там люди поднимают руки вверх, они прославляют Господа. Есть такой эмоциональный компонент сильнейший, там музыка, дым и так далее. Не говоря о деталях. И мы говорим, вот это музыка поклонения. Но на самом деле, братья, вы согласитесь, что поклонение – это состояние сердца, при котором человек заходит. И вот эти псалмы демонстрируют. Да и вообще, как бы настоящее поклонение – это не то, что ты акт сделал. Ты входишь в это, и при этом, когда человек находится в духе поклонения, не руками такой, ну, это, в принципе, может иметь такое, как бы, такое физическое выражение. Но это состояние, в котором непосредственно молитва органично. Человек очень часто в состоянии поклонения, в настоящем глубоком, неразделима сама музыка от молитвы. Это одно и то же. И поэтому, как бы, мы очень часто видим это, как и псаломы, одновременно, как и молитвы. Да, мне очень нравится, когда, как пишет Давид, «возвожу отчима и горам, поднимаю мои руки к Господу». В общем-то, очень часто ту практику молитвы или песнопения, которую использовал Давид или другие библейские авторы, она сегодня может нам показаться как-то странной, потому что мы по-другому молимся, мы склоняемся, мы голову вниз, глаза закрываем. Они молились по-другому. Поэтому, мне кажется, Илья правильно подметил одну вещь, что все важно, чтобы в сердце был дух поклонения. А как человек себя ведет уже в этот момент поклонения, это уже его личный опыт с Богом. И вы знаете, что я еще сказал? Однозначно, человек, который писал эти псалмы, он был подводительством Святого Духа. И это каким-то образом, ну то есть, это выразилось в тех текстах, которые он написал. Давайте так скажем. И мне кажется, что теперь, когда мы используем этот текст, то его цель ввести нас в состояние поклонения, в котором был тот человек, который писал этот псалм. Поэтому я понимаю, что, ну, чтобы, знаете, иногда говорят, ну, и тут можно как бы и твои слова прокомментировать так, что ну вот надо быть в особенном духовном состоянии, чтобы можно было петь. А я как раз хочу сказать, что как раз именно песня может ввести человека в это особенное духовное состояние. Я не хочу сейчас говорить о каком-то гипнозе или еще что-то. Нет. Просто когда ты думаешь, когда ты переживаешь, когда ты, ну, анализируешь вот тот текст, который ты поешь, это начинает вызывать слезы или радость, какие-то эмоции. И если человек это делает искренне, ну, то есть, как я уже сказал, задумывается над этим, то это искренне и происходит. Пожалуйста. Вот мне что нравится, что Дух Божий дышит, как хочет и действует, как хочет. Помните царь Саул? Ну, далеко не самый хороший пример в Библии. Но написано, когда на него сходил Дух Святой, он и пророчествовал что? И что делал? И пел. Понимаете? То есть Бог сам определяет. Я слышал от наших даже братьев, но я и сам это практикую. Слушайте, я никогда не пою на сцене, Илья, но я не могу выйти в хор, у меня нет дара. Но когда я еду один в машине, я начинаю молиться, и моя молитва превращается в какие-то стишки, в какие-то пения. И вот, и Бог это слышит. И для него вот это, вот это мое поклонение. Вы знаете, раз заговорили уже, в двух словах хотелось бы сказать. К сожалению, вот эта вот практика, даже тех гимнов, которые прошли Крым и Рим, прошли вот и гонения, да, и они в какое-то время кому-то что-то говорили. Вот говоря даже о псалмах, о гимнах, первым делом я вспоминаю наши гимны. Я не вспоминаю и не говорю о нашем гимне. К сожалению, так произошло. Как говорил уже несколько раз сегодня же, что для нас в основном это сейчас текст, а не песня. И когда мы говорим о гимне, мы говорим о нашем гимне Сиона, который проспели уже тысячи раз. И человек, к сожалению, уже не способен войти в это поклонение, просто оно, оно проходит мимо. И говоря о духе поклонения, о состоянии, этот гимн настолько, не то что тупой, а он притупил сознание наше, что человек никогда не войдет в это покое. Ты имеешь в виду именно псалмы, да? Именно, да. Не наши псалмы, не библейские псалмы вообще, к сожалению, бывает разрыв такой, где псалмы, которые были на странице Священного Писания, к сожалению, не перенесут дух вот этого состояния в наших новых гимнах. По разным причинам. Может быть, время другое, может быть, текст устарел. Как бы это уже более музыкальный компонент. Но это не всегда одно и то же. Ну, понятно, потому что мы уже сказали, да, что разные псалмы, они писались при разных обстоятельствах. И если человек находился вот в моменте там трудностей и переживаний, то этот псалм будет близок тем людям, которые сегодня находятся в таких же обстоятельствах. Но только нюанс, что если бы эти псалмы, которые, ну, библейские, да, которые у нас есть, если бы они были написаны в рифму и положены на мелодию, то они бы запоминались лучше, они бы касались еще глубже наших сердец. Я уверен, что для евреев, которые читают это в оригинале и которые поют это, оно работает так же, как работало и сотни тысяч лет тому назад. Поэтому, конечно, когда мы едем в машине, мы, скорее всего, вспоминаем псалмы из псалма в Сеона, гимна надежды или еще какой-то. Потому что, ну, мы их наизусть выучили, когда пели в церкви, на служениях или на каких-то молодежных коллективах. Ну и все-таки, друзья мои, ну, песня, она должна хоть как-то отражать, быть близка к вам по времени даже, хотите сказать. Ну, например, есть многие псалмы, которые описывают там определенное какое-то событие. Даже переход Израиля, освобождение Израиля от езипетского плена. Для нас это все равно больше образы какие-то, да. Мы не переживали конкретные определенные события. Мы не стояли там с Мариам на берегу и не пели это. Но для нас, может быть, близок псалом, значит, который был написан на сложном времени нашей церкви. В то время, которое мы переживали, когда наших дедов, отцов там сажали в тюрьмы, забирали детей. И когда ты находишься в такой обстановке, ты поешь этот псалом, и он очень близок к тебе. Понимаете? Очень близок. Спасибо большое. Хочу, чтобы мы прочитали еще один отрывок из Священного Писания. И он откроет нам еще один факт. Мы уже вспоминали его сегодня, но это очень хорошо, когда мы подкрепляем это именно текстом. Евангелие от Луки, 20 глава, 42 и 43 стихи. А сам Давид говорил в книге Псалма, сказал, Господь, Господу моему, сядя одесну и меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих. Что здесь делает Иисус Христос? Он цитирует псалтырь. Он цитирует псалтырь. И этим подтверждает, подкрепляет его использование. И заметьте, что он сейчас использует этот отрывок из песни, не для того, чтобы просто пропеть или кого-то коснуться. Он использует это как теологическое основание, которое говорит, или в котором открывается пророчество о Мессии. Представляете себе? И это не один текст, потому что, когда дьявол цитирует, что бросься с горы, потому что написано, что понесет на руках твоих, каждым ангелами своими они понесут тебя на руках твоих. Это же тоже текст из псалмов. То есть мы понимаем, что сегодня псалмы для нас это не только песня, да? А все же Бог через эту песню, вдохновляя авторов, открывал пророчества, которые говорили в данном случае о Мессии. Мне нравится, как Господь все интересно усмотрел в таком плане, друзья мои. Но у них не было бумажных писаний. Они слышали тексты библейские, когда только приходили в храм на определенные праздники. Но песнь, ее же легче запомнить, ее легче заучить. И ты ходишь ее, они могли ее петь дома, работая там у себя в саду, где-то там на полях. И поэтому теология через песню, она оставалась здесь в голове. Я не уверен, мы будем позже, наверное, когда-то об этом говорить. Понимал ли сам Давид о тех пророчествах, которые он писал в этих псалмах? Потому что иногда мы знаем, что библейские авторы что-то писали до конца, не понимали. Но Христос, по сути, он расшифровывает псалм или комментирует, толкует псалм, берет Давида псалм и толкует его примитивно к себе. Причем это он делал не один раз, когда брал псалмы и раскрывал в них себя. Мы подходим к завершению наших сегодняшних размышлений, но я хотел бы все же задать вам еще пару вопросов буквально. Вот продолжая ту тему, которую мы говорили в предыдущей части. Псалм 15, 8 стих. Ну и давайте два прочитаем. Псалм 15, 8 стих и 43, 9 стих. Я Господа из вида никогда не упускаю, и дабы я не поколебался, Он по правую руку мою. О Боге похвалимся всякий день, и на имя Твое будем прославлять вовек. Заметьте, ну тут есть еще ряд текстов, да, и очень много псалмов можно было бы вспомнить по этому поводу. Заметьте, о ком эти песни? О Боге. Господь является центром вообще всех псалмов. Прославление, рассказы, история, жизнь связанная с кем. Это все здесь о Боге. Знаете, ну а теперь тоже выскажусь о современных псалмах или песнях. Иногда читаю песню, ну просто читаю, да, хочу понять смысл песни, а не пою еще ее. И нахожу такие фразы, там ты, его, он, и слово Бог не используется во всем, но во всем псалме. И вы знаете, я себе думаю, даже непонятно, о ком идет речь. Но честно. И я вам скажу, что в нашем кругу, ну в христианском обществе, есть разные направления, разные течения. Есть такие, как сатанисты. И знаете, что интересно, читая или смотря разные видеопередачи, говорят, что они тоже поют наши псалмы. Это странно. Они тоже поют наши псалмы, но только там они возвеличивают своего князя. И этим как бы насмехаются над поклонением Богу. Поэтому мне кажется, очень важно, что в тех текстах, которые мы сейчас прочитали, тут конкретно сказано. Бог, создатель, творец. Мы понимаем, о ком идет речь. Мне кажется, что современный псалом, если автор пишет песню, в которой он хочет прославить Бога, то должно быть понятно, кого он хочет прославить этой песней. Ну да, песни вот даже двойные, которые, это более современная музыка такая, да. И мне кажется, она и так под эгидой Господа Бога такая песня предоставляется более молодому поколению, чтобы они ее слушали. Я говорю, ну что ж верующие. Особенно, если это композитор или автор христианин, то это же христианский, он же христианин. Я просто по себе знаю, как это мы продавали сами себе и как мы слушали такую музыку. Но говоря о другом, на самом-то деле, да, абсолютно все связано с Богом. И если мы у себя же спросим, и я надеюсь, у всех такие опыты часто бывают, когда мы находимся наедине, когда никого больше нет, когда мы можем свободно перед Богом поплакать, когда мы можем открыть и, как говорится, излить свою душу перед Богом, да. Вот когда мы находимся вот в ясном, органичном, вот эмоциональном и духовном состоянии прославления, там всегда есть Бог. Когда ты плавишься от понятия, что настолько все близко, настолько все это вокруг Него, и ты понимаешь, ну, это органично, и это именно так, как должно. Вместо того, чтобы, например, как сравнить сухую молитву, сухую песню, ты ее отпел и ушел, вот эти псалмы вот буквально и передают этот дух, где ты на самом деле, человек входит в это состояние и понимает на самом деле, по факту, что все это на самом деле ради Бога. Спасибо. Правда, я никоим образом не хочу с вами спорить, но мне кажется, в Библии есть не только книги, в которых упоминается имя Бога. Например, книга Исфирь, мне вообще ни разу не упоминается имя Божия, но она пропитана Богом. Поэтому, но она написана в особых обстоятельствах, в особой стране для определенных нужд. Мне кажется, что если сегодня какой-то автор, вадимый духом, живет среди мусульман, или среди какой-то там на островах, и он пишет псаломы или гимн, для того, чтобы как-то их, на их языке объяснить им вести о Боге, при этом не использует имена Бога или вообще имя, слово Бог, так как мы его привыкли видеть в священном писании, это не значит, что эта песня не о Боге. Спасибо за поправку. Потому что ты сказал уже о каких-то исключениях, когда это мусульманская страна или где-то какая-то языческая страна. Я просто говорил о песнях, которые поются в христианских кругах. Да, специально это делают, да. Ну и последний вопрос, который хочу вам задать сегодня. Как вы думаете, мы об этом тоже уже чуть-чуть говорили, он такой, знаете, лирический этот вопрос, да? Может ли современный христианин продолжить написание книги псалмов? Ну, вот так, образно говоря. Не каноническое, да. Конечно, мне кажется, я бы перефразировал и сделал бы заявление, что он должен переписывать псалмы. Мне кажется, вот состояние молитвы, состояние настоящего поклонения. Скажем, если бы мы были образованы достаточно, чтобы писать поэзию, она была бы псалмом. Я никогда не забуду, я работал с одной церковью, но помогал им открыть церковь, ну, юридически, как бы, не духовно, юридически, да, и было много разных названий, как назвать церковь. Ну, это очень интересный процесс. И я такой, предложил такой вариант. Я его не то что украл, я повзаимствовал. Здесь одна знамение церковь называлась Act 29, Деяние 29. Если мы знаем, что Деяние только 28 книг. Вот, подразумевая то, что мы следующая, мы пишем следующую главу книги, это, это, Деяние. Это было гениальное название, думаю, это же идеально. Ну, если так нестандартно пользоваться. Приходит ко мне тот пастор и говорит, Илья, все ищут Деяние 29. Ну, как бы, ну, это говорит о том, что есть и у всех Псалом 151, и пошло, и у нас, у всех он должен быть. Не то, что, как бы, они должны быть красивые. Главное, чтобы там был центр Богом, и чтобы внутри было органичное вот это вот состояние Господне. Спасибо большое. Позлание к евреям 11 глава говорит, что они без нас не достигли. Они ожидают, когда мы так же окажемся у цели. Поэтому, если мы перестаем писать Псалмы, то, значит, Дух Божий умер, он не действует больше. Значит, церковь больше не жива. Христос продолжает действовать, друзья мои. И мы с вами то письмо, письмо Христова, через которое Бог сегодня пишет послание этому миру. Нам не нужны каноны. Наш канон уже пишется на небесах. Нас ждут святые, которые хотят быть в городе, художники-строители, которого Бог. И наша задача всей своей жизнью писать новые Псалмы. Спасибо большое. Друзья, в заключение хочу пожелать вам, чтобы и мы с вами стали авторами своего рода книги Псалмов. И пусть она состоит из наших с вами молитв и песен, в которых мы искренне открываем наше сердце Богу. Да благословит вас Господь. И об этом хочу сейчас молиться. Господи Божий наш, мы благодарны Тебе за Твою любовь и милость. Благодарны Тебе и за тот опыт, который передан нам авторами Псалмов. Сегодня для нас это поддержка. Для нас это то, что укрепляет нас, что вдохновляет нас, что направляет нас. Спасибо Тебе, Боже, за эту книгу Библии. И просим, помоги, чтобы наша жизнь была живой и действенной. И чтобы люди, смотря на нее, тоже славили Тебя. Мы молим и просим все это во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok